Всем привет! Я не думал, что для этого выпуска придется делать такое длинное вступление, но тем не менее вот сижу его и записываю. Недавно я выпустил ролик с тестами нового 3000-го Атлона. И судя по комментариям, многие не поняли, зачем этот камень нужен, зачем я его тестирую, почему я его считаю таким хорошим и интересным. А я его действительно считаю хорошим и интересным. В этом вступлении попробую объяснить, что к чему, на мой взгляд. Ну и после вступления продолжим эксперименты, потому что там Атлон был протестирован в разгоне. Сегодня посмотрим на него в стоке и сравним с его предшественником в лице Атлона 200GE. Было много комментариев в духе, чему тут радоваться. Ты запустил игры в 720p разрешение, на минималках еле-еле выжил 30 FPS и вот, мол, достижение в конце 2019 года. Ну да, 720p в нынешних реалиях, наверное, маловато, если не учитывать, что игры все-таки запускались на двухъядерном, четырехпоточном процессоре со встроенным видеоядром. И этот малыш смог вывести Ассасина или там Shadow of the Tomb Raider с приемлемым фреймрейтом. То есть при желании игру можно пройти, даже не особо страдая. И это все за 49 долларов или примерно 3000 рублей по нынешнему курсу. А по старому курсу, да, его уже не актуально вспоминать, но тем не менее, это было бы полторы тысячи. Ну а, скажем, в странах, где курс не изменился, где один доллар, так и стоит один доллар, ну вот этот процессор где-то на этом уровне и остался. То есть как бы мы его воспринимали за полторы тысячи, скажем, в Штатах его так воспринимают сейчас. Это сверхбюджетник. Да, скорее всего, в России на старте продаж он появится по какому-то конскому и завышенному ценнику, но это не проблема процессора, это скорее проблема магазина. Также было много комментариев в духе, а что такой низкий фреймрейт, мой там 6000-й, 8000-й FX, Феном с 1060-й видеокартой тянут Apex Legends с двумя-тремя сотнями кадров. Ну тут даже, наверное, без комментариев как бы. А, мне еще писали, что я как-то неправильно этот атлон разогнал, что вот как раз на FX и Феноме с отдельной видеокарты фреймрейт выше. Да, хотел стать без комментариев, но все равно придется на эту тему поговорить. Как не разгоняй, здесь внутри Vega 3, и я тестировал процессор без отдельной видеокарты. То есть все, вот все, что вы видели в том выпуске, происходит, грубо говоря, внутри процессора. Материнская плата, процессор, оперативка, все. Ну, блок питания. Больше в компьютере ничего нет, даже корпуса я на открытом стенде это тестировал. Ну и охлаждение. В общем, судя по комментариям, я снова оказался неправ, потому что встроенная Vega 3 не смогла обогнать или хотя бы догнать 6-гиговый GTX 1060. Ну и с этим я действительно ничего не могу поделать. Тут мой навык разгона недостаточный, чтобы эти видеоскорители сравнялись. Это правда. Еще писали, чего это я 200-й Атлон назвал заблокированным. Его же можно разогнать. Можно, но не на всех материнках и даже не на всех биосах. То есть на одной и той же материнке с разной версией биоса этот процессор будет либо разгоняемым, либо нет. Но официально он все-таки заблокирован. И ускорить его можно только с манипуляциями по шине. Опять-таки классическая история для AMD. На некоторых биосах, на некоторых материнках. Поэтому я просто эту тему оставил в стороне. Еще было очень много слов сказано, естественно, о Xeon. Что не лучше ли купить комплекты с Xeon материнской платой, может быть даже оперативки с Алиэкспресса. И получить большую производительность. Ну, чуть-чуть за большие деньги, если не за такие же, если повезет. Так вот, с Xeon'ами какая история? Хотя, наверное, все это и так понимают. Не знаю, зачем я это сейчас вслух подробно разжевываю. Но, тем не менее, Xeon это, скажем, вещь в себе. Железо это уже устаревшее, возможности апгрейда по сути никакой. И продавать его потом, во-первых, сложно, а во-вторых, хорошо, если оно идет хотя бы в ноль, а не в минус. И производительность комплекта с Xeon'ом несколько заморожена во времени. В том плане, что он хорош вот прямо сейчас, но Atlon позволяет сделать интересную многоходовочку. Если вы собираете компьютер по частям, что весьма вероятно, потому что собрать даже среднеигровую машину сейчас стоит в районе 60-70 тысяч рублей. И, предположим, у вас вот сейчас хватает денег, скажем, на самые простые основные детали. Ну, там, корпус, блок питания или там корпус от старого компа остался и блок питания тоже. Ну, вот вы можете купить материнку и оперативку. Вы можете поставить, ну, если материнка на АМ4 сокете, вы можете купить Atlon 3000 или пусть даже 200GE, воткнуть и, в принципе, уже этим компом пользоваться. Да, поиграть получится только в старые игры или в новые, но с низким разрешением. Но при этом вы можете серфить интернет, смотреть YouTube. 4К-видео, встроенное видеоядро отлично тянет. В общем, компом можно пользоваться, ну, практически на полную катушку. А потом заменить Atlon на более старший Ryzen и поставить отдельную мощную видеокарту, какую уже захотите. Конечно, если у вас есть возможность сразу купить себе и процессор, и видеокарту, то, наверное, Atlon для вас особого смысла не несет. Возьмите там тот же 1600 Ryzen и RX 470, например, и радуйтесь. Ну, или 3600 Ryzen и RTX 2070 или да все что угодно, если есть возможность, конечно. Я же не говорю, что 3000-ый Atlon это самый универсальный процессор на планете. Просто мне кажется, что он очень интересный и мощный за свои деньги. Я не думаю, что после всего вышесказанного странных комментариев станет меньше. Ну, я хотя бы выговорился. И давайте уже перейдем к тестам. Посмотрим, наконец, как 3000-ый Atlon проявит себя в стоке в сравнении с самим же собой в разгоне. Ну, и также добавим результаты предыдущего Atlona 200GE. Итак, поехали. Напомню, 3000-ый Atlon мне удалось разогнать до 3,9 ГГц по ядрам, а видеоядро до 1500 МГц и оперативку до 3600. В стоке его частота 3,5 ГГц и 1100 МГц на видеоядре. Но оперативку я оставил на частоте 3600, потому что если вы планируете заменить этот камень на более мощный Ryzen, то и оперативку, скорее всего, купите соответствующую. Частота Atlona 200GE 3,2 ГГц и 1000 МГц на видеоядре. Ну, и память с ним работала на частоте в 2600 МГц. Буста у этих камней нет, так что частоты сами по себе не поднимаются. Assassin's Creed Odyssey 720p, минимальные настройки. И, как я уже показывал, 3000-ый Ryzen в разгоне выдают киношные играбельные 25 фпс. В стоке 21, что меньше минимально комфортного уровня. 200-ый Atlon выжил на 3 кадра меньше, 18, что в данном случае уже не принципиально. Shadow of the Tomb Raider. С разгоном на 3000-ом Атлоне фреймрейт держался на отметке близкой к 30 кадрам. И было, в принципе, играбельно. В стоке счётчик уже еле-еле поднимается выше 20. А на 200-ом Атлоне бывает, что цифры не доходят и до этой отметки. Хотя в среднем за весь бенчмарк средние показатели 29, 23 и 21 кадр соответственно. Естественно, настройки были минимальные и разрешение 1280 на 720. Похожая картина и в пятом Far Cry. 3000-ый в разгоне даёт минимальные играбельные результаты в 30 кадров в секунду. А в стоке чуть больше 20. И опережает 200-ый всего на 2 фпс. 23 против 21. Apex Legends. Ох, он, конечно, запускается на этом железе, но лучше не надо. Поберегите глаза. В прошлом выпуске мне говорили, что, возможно, врагов плохо видно из-за пинга, и они двигаются рывками. Но нет. Вот запись при стабильном соединении. И даже при небольшой дистанции фигурки противников растворяются в пиксельном окружении. Что касается счётчиков, кадров и всего такого. В разгоне здесь в среднем получилось 49 фпс. Но это из-за скачков внутри помещений. На открытых пространствах показатели были ближе к 30. В стоке такая же ситуация. В среднем по счётчику 30. В помещениях может быть выше 50. Ну а на улице чуть больше 30. А на 200-м атлоне 20 кадров уже можно считать хорошим показателем. И, наконец, Overwatch. 720p и, конечно же, минималки. С разгоном было 76 фпс в среднем. В стоке всё ещё приемлемые 64. Тестировал в реальном мультиплеере и получилось, что на разных картах, так что это вносит некоторую погрешность в результаты. На 200-м в среднем было больше 50 фпс. Но загрузка процессора почти всё время была стопроцентная. Плюс ещё периодически возникали фрезы, и играть было, мягко говоря, некомфортно. Ещё спрашивали, подойдут ли эти процессоры под сборку медиамашины. 3000-й атлон без разгона спокойно переварил 4К 60 фпс видео на ютубе. При этом частота ядер держалась в диапазоне от 1,8 до 2,5 гигагерц. Да, повышать частоты эти камни не умеют, но вот сбрасывать вполне. Видео ядро при этом было нагружено чуть больше, чем на 60%. С офлайн-воспроизведением 4К H.264 видео тоже проблем не возникло. Но с этой задачей справится и 200-й. В принципе, тут можно перейти к выводам. Есть ли реальная разница между этими атлонами? И кто из них лучше? Конечно, всё зависит от ситуации, но в стоке 3000-й и 200-й показывают очень близкие результаты. И если вы реально хотите поставить его в медиапк или использовать как временный камень, то без разницы. Тут, наверное, можно взять то, что стоит дешевле. Ну, а если всё-таки хочется хотя бы немного поиграть на встроенном видеоядре, то 3000-й. Конечно, если на него не взлетит цена на старте продаж. Ну и плюс, если вы не хотите подбирать идеальную материнку с идеальным биосом под 200-й. В ближайшее время я ещё протестирую этот атлон с отдельной видеокартой, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. А пока что на этом всё. Спасибо за внимание и скоро увидимся. Пока!